Сбермаркет Назывался «Инстамарт», созвучно похожему американскому сервису «Инстакарт». Он и стал бизнес-моделью, которую адаптировали в России сооснователи «Инстамарта» Петр Федченков, Андрей и Дмитрий Жулины. Это очень интересная модель, которая совмещает как раз себе возможность использовать сильные стороны ритейлера, при этом иметь модель, когда по факту нужно нанять полевой персонал с большим водителем, чтобы начать работать. Первый заказ был в 2013 году. Компания была очень маленькой, в ней работало 2-3 человека. Наверное, единственное, что сохранилось, это вот эта вот культура открытости, позитивного настроя. Первое время заказы клиентам доставляли фрилансеры. Но оказалось, что внештатным курьерам доверить доставку продуктов нельзя. Часть заказа в буквальном смысле съедалась по дороге, поэтому было решено брать сотрудников в штат. Не каждый покупатель сам выберет настолько качественно, насколько мы это делаем. Наши сотрудники проходят специальное обучение. У нас есть наставник, который контролирует качество сборки товара. Обучает тонкостям, как собрать правильно, товарному соседству. На старте Инстамарт работал только в Москве и доставлял продукты из единственного магазина. Выходить за пределы столицы Инстамарт начал в середине 2018 года. Вторым городом стала Казань. Сегодня компания доставляет продукты по всей России и имеет 37 ритейлеров-партнеров по всей стране. Нас обучают, как правильно выбрать те или иные овощи, фрукты, рыба, мясо, обязательно молочка. Мы учитываем сроки годности. Оставшийся срок годности ниже 60% мы не кладем, либо же уже обсуждаем это с покупателем. А если товара нет на полке, мы обязательно ищем альтернативу. Товар должен быть в такой же ценовой категории, либо не больше 5 рублей. И точно так же согласовываем с клиентом. На текущий момент «Сбермаркет» представлен в 83 субъектах Российской Федерации из 85, кроме города Севастополя и Республики Крым. Это 115 городов и более 300 точек ритейлеров, открытых по всей стране. Велика ли конкуренция? Конкуренция присутствует. По большей части это конкуренция в Москве и в Санкт-Петербурге. В регионах тоже есть местные игроки. Но по большому счету «Сбермаркет» единственный игрок в своем сегменте, представленный так широко во всех субъектах. В период самоизоляции сервисы доставки приобрели особое значение. Это не только удобство, но и безопасность. Обеспечить находящихся дома жителей страны товарами первой необходимости, что отразилось на финансовых показателях компании. Уже в мае сервис выполнил рекордные 22 тысячи заказов за один день. Оборот за второй квартал 2020-го вырос в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Какие бизнес-модели вы использовали? Бизнес-модель «Сбермаркет» — это пик-н-деливери, сборка продуктов и товаров с полок магазинов. В момент пандемии, которая, скажем, позитивно сказалась на развитии рынка, удалось быстро смасштабироваться и запуститься во всех субъектах. А какие решения вы принимали, чтобы справиться вот с этим возросшим спросом? По факту бизнес-процессы меня не пришлось. Единственное, пришлось увеличить команду, которая занимается поиском экспертов по закупкам и водителей, чтобы охватить возникший спрос. В Москве сервис обеспечивает доставку из магазинов «Метро», «Ашан», «Азбука вкуса», «Лента», «Вкусвилл», «Билла», «Бахетле», «Мегамарт», «Виктория», «Магнолия». В других городах сотрудничает с «Метро» и еще 36-ю ритейлерами. Те показатели, которых мы мечтали достичь в конце этого года, по факту мы достигли в течение полутора месяцев, потому что в один момент времени мы получили в четыре раза больше заказов или спроса, чем то предложение, которое у нас было. До 14 марта было 5 тысяч доставок, а 14 марта мы получили 20 тысяч заказов. Пандемия дала вот этот высокий скачок, но при этом мы понимаем, что российский рынок и гроссери находятся в начальной стадии своего развития, потому что даже в этом году, даже после эффекта пандемии, вряд ли мы на всех, включая нас, наших коллег-конкурентов, мы вряд ли сделаем больше 1% продаж всех продуктов онлайн. Хотя средний мировой уровень это значительно выше, то есть это 5-7%. В прошлом году Сбербанк и Mail.ru Group создали совместное предприятие стоимостью свыше 100 миллиардов рублей. В него вошли сервисы доставки еды Delivery Club и Taxi City Mobile, доля в Сберфуд, единые цифровые платформы для ресторанного рынка и Сбермаркет. По оценкам аналитиков, таким образом Сбербанк обеспечивает свое присутствие в различных сегментах телеком рынка. Сбермаркет интегрирован в технологическую экосистему сервисов Сбербанка. Таким образом, ресурс получил доступ к аудитории крупнейшего банка страны. В свою очередь, покупатели могут пользоваться сервисом, используя свой Сбербанк ID. Такая синергия стала возможностью для дальнейшего роста и развития проекта. Наш бренд стоит несколько миллиардов долларов Сбербанка. И, конечно, для молодой компании это большое преимущество получить такой бренд, под крыло которому 178 лет, который дорогой, у которого есть репутация. Это, конечно, тут же повысило конверсии и восприятие компаний Инстамаркетов в Сбермаркет совсем по-другому. И уже новые города, где мы начались в первом, по-моему, в Ростове-Краснодаре под брендом Сбермаркет, дали совершенно другие результаты в конверсии. На рынке сейчас очень много подобных сервисов доставки продуктов. Почему Сбербанк отдал предпочтение именно Инстамарту? Мы смотрим на несколько показателей одновременно. Это технология, команда и культура организации. Там очень интересные фаундеры. Это такая красивая история. Это российские парни, которые учились за рубежом, придумали эту модель сразу же с концепцией вернуться в Россию, реализовать ее в России. Мы поверили в команду, команда поверила в нас. Я считаю, что мы ни разу не ошиблись, сделав ставку именно на этих регионах. На сегодняшний день компания представлена в 83 регионах страны, то есть уже покрывает всю Россию. Есть ли какие-то планы по выходу на международные рынки? Мы не планировали открывать 83 региона в этом году. Мы 83 регион планировали открыть к концу 2023 года. Пандемия внесла существенные корректировки. Это как раз-таки та ситуация, когда спрос выше предложений. Индустрия онлайн-броссери оказалась не в состоянии в таком количестве доставлять еду домой людям, которые были заперты как плет в эту историю. Поэтому мы пошли на беспрецедентные меры, мы пересмотрели бюджет и дали возможность ребятам проявить себя и реализовать трехлетние планы практически за 4 месяца. Что касается выхода за рубеж, как вы знаете, у нас есть представительство банка и в Казахстане, и в Белоруссии, и в Восточной Европе. Я бы не хотел этого анонсировать, но пока фокус на России. В ближайшие годы в планах Сбербанка трансформироваться в IT-компанию. Учитывая, что рынок футеха – быстро растущая, перспективная ниша в электронной коммерции, руководство Сбербанка рассматривает для себя это направление как одно из ключевых. За время существования Сбермаркета было выполнено 2,5 миллиона заказов. При этом интересный факт – на то, чтобы сделать первый миллион, у нас ушло 7 лет, а на то, чтобы сделать второй миллион, у нас ушло 70 дней. Поэтому сейчас компания находится в стадии экспоненциального роста, и наша задача – сохранить этот рост как минимум на ближайшие пару лет, чтобы дать возможность людям по всей стране наслаждаться таким сервисом, как экономия времени, энергии и доставка продуктов на дом. Было непривычно сначала, хотелось потрогать, посмотреть, прежде чем заказать. Товары всегда надлежащего качества, даже если что-то там у них по срокам не стыкуется, то они всегда отзвонят. На конец апреля, начало мая пришелся пик онлайн-заказов в Сбермаркете. Больше 22 тысяч доставок по всей стране в сутки. В планах до конца года увеличить этот показатель в два раза. В целом объем интернет-торговли превысил 1,9 триллиона рублей. Из них на продовольственные товары приходилось около 2,5%, примерно 43 миллиарда рублей. А в этом году как эта цифра менялась? Эта цифра очень динамично растет. Мы ожидаем ровно в три раза. Учитывая сложившуюся ситуацию, то есть рынок продовольственных товаров в онлайне превысит 130 миллиардов рублей. Много ли игроков на рынке по доставке продуктов питания? Количество игроков в целом очень большое, но если посмотреть на структуру рынка, то 9 крупнейших игроков занимают более трех четвертей всего рынка. И мы ожидаем, что в целом консолидация рынка будет продолжаться. По оценкам экспертов, рынок уже не экспериментальный, а достаточно зрелый, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Потребители рассматривают онлайн-закупку продуктов питания наравне с магазинами и гипермаркетами. Все это подкрепляется растущим спросом на услуги онлайн-продаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова